Добрый день! Нахожусь в рабочем кабинете. Только ушли работники прокуратуры Чиня из города Кишинева. Вместе с сотрудниками полиции всего было больше 10 человек. Опросили все документы, что касается компании «Алмаздон», это «Мерседес-центр», это разрешительные документы на землю, как проводился отвод земли, как проводилось выделение земли. Также попросили документы с архитектуры, строениях, разрешения на строительство. Все документы были изъяты. Также документы, что касается конкурсов по закупке контейнеров. Вы все помните, что компания после 15 декабря уехала, украла все наши контейнеры. Мы приобретали новые, плюс экономические агенты дарили какие-то контейнеры. И сегодня по этому факту все документы были изъяты. Также я прочитал в новостном блоке, в ленте, один из телевизионных террористов, что новость о том, что в ДСУ огромные возмущения, огромные очереди, что приходят счета за оплату мусора на жильцов и на юрлиц, повышенный, не повышенный тариф, а завышенное количество людей, прописанных в данных квартирах. На что я хочу извиниться перед горожанами, сказать, да, может есть ошибки, потому что база данных старых, вы все знаете, что Солуберти Солушен попросила за базу данных из-за пользования полигона, чтобы мы приобрели у них за 50 миллионов лей, на что бы получил мой отказ, потому что это бы все легло на плечи горожан. Я отказался покупать данную услугу и базу данных за такие деньги. И воспользовали старой базой данных, которая была на спецавтохозяйстве. Да, там есть сегодня неправильная информация о прописанных людях, на что я попросил взять старые платежки, прийти и откорректировать количество людей, проживающих в домах и квартирах. Также я еще раз хотел попросить извинения за то, что есть неудобства. Но надеюсь, что вместе с вами, Бельщане, мы справимся с этим, потому что вы все помните, что 15 декабря компания Солуберти Солушен прекратила вывоз мусора из города, и нам в срочном порядке мы стали сами это делать, сами убирать город, но никому не выставлялись платежи, начиная с 15 декабря. Сейчас раздали впервые платежки, поэтому прошу отнестись с пониманием. Всем удачного дня, спасибо, до свидания.